Слава Украине! Привет всем от Полонского! Вы обратили внимание, вчера очередное паническое недержание у нашей прессы на тему того, что летчики к самолетам F-16 в Америке будут готовы только к концу 2024 года. Ну, во-первых, давайте тут именно к слову недержание. Недержание и подмахивание российскому ИПСО. Во-первых, летчики готовятся не только в Америке, и начата подготовка не только в Америке, и Америка не первая начала эту подготовку, то есть мы говорим вообще ни о чем. Ну, ладно. Ну, а теперь конкретно, что касается Соединенных Штатов Америки. Что было написано в пресс-релизе Пентагона? Было там написано, что они будут готовы к концу 2024 года? Конечно же нет. Это полная чушь и бред. Значит, что было написано в пресс-релизе, и что американцы имели в виду, и, кстати, даже вот наши нормальные журналисты, у которых больше одно извилины в голове, которые не ловят хайп, просто строча писюльки о том, что это все будет в конце 2024 года, на что они обратили внимание, и что они прочитали. Значит, там написано, что процесс подготовки летчиков к F-16 занимает от 5 до 8 месяцев, в зависимости от прогресса самих летчиков, от 5 до 8 месяцев. А летчики будут готовы later this year, то есть чуть позже, в этом году. Вот что было написано. Теперь давайте от 5 до 8 месяцев. Значит, что касается конкретно Соединенных Штатов, обучение летчиков там началось, в октябре, то есть 4 месяца назад. И вполне возможно, что те, кто учились, начали учиться в октябре в Соединенных Штатах, через месяц уже будут готовы. Ну, это так, на секундочку, да? Скажите, февраль, это похоже на декабрь? Февраль 24-го, похоже на декабрь 24-го? Нет. Но наши паникеры и полезные идиоты, значит, пишут о, фактически, декабре 24-го года. Ну, вот вдумайтесь, да? Я вчера, когда прочитал первый раз вот эту бредятину про конец 24-го года, я тоже, я даже хотел это запустить на телеге, а потом думаю, нет, что-то не то, что-то... Вот брехня, вот брехнёй несёт оттуда, да? Воняет просто от этого сообщения. Думаю, не-не-не-не-не, проверим. Таки да, сегодня утром, вот, и в голосе Америки на это обратили внимание, и другие обратили внимание, что там вообще ничего такого нет. Это первый момент. Ну, и второй момент паникюром, что обучение началось раньше, и обучение началось не только в Соединённых Штатах Америки, а в других странах. Вот понимаете, как всё это стряпается? Вот так вот приблизительно. Ну, а, как говорится, уже понесли. Ой, самолётов нет, ничего нет, всё как всегда. Ребята, когда вам паникёры, паникёры и работающую на Россию полезные идиоты начинают выкатывать очередную трагедию, очередную драму, очередную зраду, единственное, что нужно сделать, плюнуть им в левый глаз. Если не помогает, плюйте сразу же в правый.